Продолжение следует... Важный момент, особенно тогда, когда мы пропустили гол, можно было расстроиться, можно было очень долго переживать и пропустить второй в свои ворота. Но игроки молодцы, быстро сконцентрировались, провели после этого гола несколько атак. Ну и молодец Краховяк и Жамаледдинов, они организовали этот гол. На мой взгляд, мы играли, особенно первый тайм, очень-очень хорошо. Много комбинировали, но нужен был второй гол. А второй гол не могли забить. Но в обороне мы на ноль в последнее время не играем. Вот над этим и будем работать. Вопросы? Юрий Павлович, сегодня Хёвис вышел в Центр обороны, вернулся в состав. Довольно вы игрой его в паре с Чёрлоковой. И можно считать, что он будет основным, а Мурилос сядет на скамейку? Ну, во-первых, у нас очень маленький состав. И все у нас, я думаю, будут играть. Одни больше, другие меньше. А когда мы будем определять? В течение недельного цикла, в котором мы тренируемся и работаем. Хёвидас сыграл, на мой взгляд, блестяще. Юрий Павлович, что с Чёрлоковой? Он уходил, держался за пах или показывал, что-то все ли в порядке? Ну, микроповреждения. Завтра будет ясно. И еще про поле. Парин Жемлединов перевескал, что оно тяжелое было. Так ли это действительно, потому что сверху не показалось, что оно как-то мешало подборить? Ну, нет. Поле в хорошем состоянии, может быть, оно немножко мягкое было. Так оно идеальнее. Юрий Павлович, по какой причине сегодня отсутствует ДЭР в заявке? Странное дело. И каково состояние здоровья Живогляду? Стоит ли его в ближайшее время ждать? Живогляду травмирован. После ЦСКА ЭДР на последние три уроки получил перелом кисти. Значит, сколько он пробудет с этой травмой и пропустит? Наверное, месяц. Еще вопросы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...